Всем привет, 2 мая. Мы на арабской территории подъезжаем к Вифрияму. С нами Гид, русскоговорящий, водитель нет. Мы на арабской территории подъезжаем к Вифрияму. Кстати, я тут еще там воживую, когда я приехала, я вообще совсем не видела. Вообще никак, вы идете по улице, вы не видите, как это небо. Прокументом физической ситуации. То есть они были нелегионными? Они были нелегионными на платформе. В одежде. То есть не было такого. То есть не было давления со стороны Оливки. Оливки здесь, кстати, самые вкусные. Когда мы приехали, они перестали в самую вкусную. Все самые вкусные на Маслане. Потому что Оливки, как называют, вроде как нормативные. А если вы приехали, то это нормально. Оливки. С тем, как с локтями, спарят. Игдец и так далее. Но очень вкусный Масл. Именно потому что они такие жесткие делаются. Масл вот только Кашун. То есть обратите внимание, сейчас тут травончик, северный северный. Николай Овкова. Очень много церквей. А в старых районах еще когда господин есть. Павославные, китарические. И, да, с машином, да, причем покрытые сдающими машинами. Почему машинами? Вот это. Колокольня и... То есть, это не колокольня, а потому что... Так вот, с 19-го века есть еще продистантов. Дистантов здесь не много, да, продистантов обычно... Тех, которые, которые пришли в продистанцию, в 19-е годы. Вообще, все профессии, я уже не говорю, о том, где вы послушали. Замяем просто, если вы хотите, все будет. И, да, правда, можно сказать, что в нашей локации, в отличие от того, как его показывают, что это, как правило, как правило, как правило, как правило. То есть, у нас есть прихожане. Прихожане, другване, речане, гостинине. Прихожане. Мы отправляем в Каджио. Как правило, я православную. Я вообще не могу говорить. Как православную, как православную я не имею правду. Я не знаю, я могу говорить о людях и правовод Community. И так, вот сами, в вашем совете, он следует как Всевоссоветный правовательский православный. У васславная часть. Мы стареем традиции. Это все по договору от 1886 года. Он называется статус-пост. То есть фиксируем все так, как в 1886 году. Блохо, это хорошо или удобно, неудобно, неважно. Это основные иконы Святой Земли, будем так говорить. Приблизительно расскажу, что они обозначают. Итак, первая икона, которая у нас относится к Святой Земле, это Ерусалимская Богородица. Вот эта иконочка у нас находится в Гефсимане, в Усыпальнице Богородицы. Самый первый, самый сильный лик. Есть такое предание, что первый лик еще был писан Евангелистом Лукой при жизни Марии. Увидев свой лик, она его благословила и дала благословление своего сына. Оттого здесь, на Святой Земле, ее называют Северчающее. И последующие лики Богородиц, которые вообще существуют, они, в принципе, пошли с этого лика, поэтому будут и похожи. И на Владимировскую, и на Казанскую, да, Всевыручающее и Иерусалимское. Вторая икона, которая относится к Святой Земле, обратите внимание, это Древо Жизни, или, как ее еще называют, Виноградная Лоза. Почему здесь Спаситель изображен в виде виноградной лозы? По бокам отростки это апостолы. 12 апостолов. И так, как каждый из апостолов отвечал за что-то свое, считается эта икона у нас икона приумножения. Как говорят, как по весне Лозуния Брешина, каждый год нам дают плоды. Здоровье, долголетие, продолжение рода, финансовая сторона нашей жизни. Очень сильно энергетически. Чем? Здесь изображены три наших основных святыни. Бог-отец, Бог-сын и Святой Дух в виде голубя. Эту иконочку очень часто у нас здесь передают по мужской линии, поэтому иногда еще и называют мужская икона. Но на самом деле икона приумножения, в принципе, подходит всем. Вот это две иконы Иерусалима. Две иконы Назарета. Конечно, ребята, это икона святого семейства. В принципе, само название говорит за себя. Все, что у нас относится к семье. То есть это благо в семье, создание новой семьи, взаимопонимание, взаимоуважение, чтобы разводов и раздоров не было. Здесь у нас загсов нет. Христианские семьи только венчаются. Поэтому эти иконы здесь еще и благословляют на брак. Особенно она тем, что здесь изображен земной отец Иисуса Христа, Иосифа Бручник. Как таковых, в принципе, икон ему нет. И икона Благовещения, которая у нас тоже относится к Назарету, ребята. Но, в принципе, икона Благовещения известна во всем мире. Мы ее знаем, как вот в таких вариантах Мария и Архангел. И Архангел говорит, что она понесет от Духа Святого. Чем особенно она здесь? Если обратите внимание, маленькая, но интересная деталь. Здесь Иисус изображен в очреве Марии. Поэтому те пары, кто хочет завести деток, не получается. Многодетные семьи. И вообще, Благовещение, это, в принципе, всегда благие вести в доме. Ну и две иконы Назарета, которые вы уже сейчас увидите у нас в Вифлееме. Конечно, это наша местная покровительница, Вифлеемская Богородица. Или, как ее еще называют, икона радости. В принципе, можно сказать смело, что это единственный лик Богородицы, где она изображена с улыбкой. С собой несет благо радость дом, радость материнства. Помимо этого, она чудотворно исцеляющая. То есть, со здоровьем, по женской линии особенно, мы тоже можем обращаться к ней. Если вы приобретете какой-то вариант в Вифлеемской Богородицы, даже, может быть, дай бог, если немного туристов, к самому лику можно будет приложиться. Ну и последняя икона, которая у нас относится к храму Рождества. Конечно, это икона самого Рождества. Обратите внимание, это маленькая, но точная копия храмовой иконы. То есть, вот так, в виде пещеры или вертебы, как говорят, там не выглядит. Вот это вот, ее просто, в принципе, запомнить, покровительность защитницы детей. И последнюю икону, которую я всегда показываю в дополнение, конечно, это икона «Неувидаемый цвет». Почему я ее показываю? У нас очень часто спрашивают, какие иконы можно повести взрослой маме, там, какой-то взрослой женщине и так далее. Эта иконочка называется «Неувидаемый цвет». Почему? Здесь Богородица изображена с лилией. Лилия – это любимый цветок Богородицы. Вот как в свое время он процветал, считается, что эта икона нам несет женское здоровье, женское процветание, женское благополучие. В общем, все, что по жизни и по женской линии, мы обращаемся к этому. Вы руководите. Может, там, перед Хюндай, там тень-тень. Там тень мало, но мы влезем домой. Так что, как храм нормально называется? Храм Рождества Христова. Именно подчеркнуть – Христова. Именно Христова. В христианстве есть два Рождества. Христова, к которому мы привыкли, к которому мы знаем все. И Рождество Богородицы. Тенечек, пожалуйста. Итак, давайте-ка я вам покажу то, что с противоположной стороны. Начнем сначала. Да. Вот старый город. На этой стороне. Мечеть, церковь, еще мечетик. Мечеть – это новая. Тенечек, красивая. Мечеть – это новая, в 19 веке, в 19 веке, в 19 веке, в 19 веке. Там, где начинается улица, были городские ворота. Причем были они там до начала 20 века. Только меня не надо снимать, я себя терпеть не могу. А вы не увидите. Не надо, голос – да. Пожалуйста. Так вот. Болеградские ворота. Они уже в таком состоянии были, чтобы доломали. Какой объеке это было? Это было в начале 20 века уже. Совсем недавно. Так вот, город старый, в временном Иисуса Христова, и раньше, как раз проходил вот в той стороне, но он был достаточно маленький, обнесен городскими стенами. А вот въезд в город, он тебя показывал. Мы ехали к Самиру, и я вам показала, что дорога отходит справа, да? Вот они шли пешком по этой дороге, направо поворачивали, и дальше уже шли через сам город. Так вот, почему вообще Иисус родился в Лифлееме? Дево Марии, Иисус Фавручников, живут на завете. Дево Мария беременна. Причем на большом сроке, а здесь уже скоро. Но тут объявляется перепись населения. Во времена Римской империи приходит новый наместник сирийской провинции. А это область входила в состав сирийской провинции Римской империи. Сирийская провинция. Так вот, вот такой квилиник. Новая власть, новые налоги. Ну и новая налоги. Новая власть. И Бог сказал, помните, что Иоанн Геннадий говорит, что пошел каждый переписываться по роду Иоанн. Помните, 12 колен Израиля. А куда они пошли? 12 сыновей Иакова Израиля, внука Авраама. Там все четко прописывалось. Потомочки очень четко фиксировались. И в Ветхом Завете, и даже в Евангелиях там есть уже, запомнили. И почему? Ну, во-первых, к определению, или у человека или нет, или у день, или у человека или не у день. Сейчас по матери, а по отцу. А во-вторых, территория была разделена между коленами. А как, если мы не знаем, кто, кому колено принадлежит, как туда забираться в территорию, в собственности? Так вот, Иосиф Обрущик из рода Давидова. Дева Мария тоже из рода Давидова была, но переписывалась. Об этом времени. Персик просто сменили все. А почему там в Ветхом Завете, что он не помнит? Вот там вот, видите, треугольный фронтончик, самая высокая стеночка. Там была мозаика с изображения в Англии. Я не понял, что мы видим? В пустую стеночку. Так, пошли, пошли. Где? Куда, смотри-то. Отпись, секундочку, можно? Ну, можно, там прописывалось. Ну, ладно, пускай. Так вот, что у нас получается? Мозаика не сохранилась. Спасибо. Нет, давайте около этой станем. Вот это все, вот стены и пол. Вот такой. Шестого века. Вот это главный вход, там где стоит девушка-женщина. Ну, неплохо. А это что? А это, запоминайте. Это самая цепь, это самая цепь. Это самая цепь. Это самая цепь. Да. Что такое? Храм Рождества Христового. Это самая цепь, это самая цепь. Это самая цепь, это самая цепь. Это самая цепь, это самая цепь. А это самая цепь. Это самая цепь. Спасибо. И вот очередь это все туда, к месту Рождества Христова. Иконостас, это вообще-то, говорят, да. От российского дома Романовых. Это восемнадцатый вид. Имя императрицы не называется. Времени императриц живет. Кто-то, может быть, заказал, кто-то привез. Просто всему не для публики. То, что я сейчас скажу, не для публики. Выключи. Раньше это подарка дома Романовых. Поток золота начал залезать. Особенно внизу. И сейчас поток из золота. Обратите внимание, шесть икон. И обязательно шесть слов в Иконостасе. Иерусалимская православная патриархия. Здесь греки слева от царских прав, всегда Богородица. Правее Иисуса. Левее Богородица, храмовая иконова принесла Пусковая. Правее Спасителя. Здесь всегда и Анклеститель. Любая маленькая, большая, часовенькая. Огромная храма. Ну а остальные, какие хотите у нас. Георгий Победоносец. И Спиридон Телефонский и Николай Иванович. И служба на двух языках. Обычная служба. Видите? Два ручка. Два ручка. Слева арабочная пара. Одно и то же, но лесенка. Очень красиво получается. И еще хочу попросить Ваше внимание. Русский и украинский язык? Нет, нет ни русского, ни украинского. Только греческий, только арабский. Потому что здесь ни русских, ни украинских. Но, когда идет литургия внизу в пещере каждый день, утренняя литургия. И есть наши священники. Неважно русские, украинцы, белорусы. Неважно. Румыны. Неважно православные. Румыны, допустим, болгары, сербы. Неважно кто. Православные. И у них есть бумажка от их патриархии, что они действительно священники с 90-х годов. Потому что всякие там вещи. Так вот, они могут подать этот документ, эту бумагу нашему епископу. И он в 100% случаев разрешает им служить тоже. Получается, основная витургия идет на арабском и нанглическом. Служит арабский священник. Но наши священники, любой другой главной страны, их патриархия, может буквально там молитву какую-то прочитать. Или какую-то что-то попеть. Им тоже дает такую возможность. И когда идет причастие, наши священники тоже могут причащать. И местных тоже. Когда это началось, место немножечко, знаете, смотрели, чужой священник непонятно по-моему сговорит, как мы у нее причащаться будем. А сейчас все нормально. Очередь устраивается, все хорошо, все в порядке. А вот теперь очень важный момент. Вифлеемская икона Прожимателя. Единственная в мире иконы дядя Аня Мария покупается. Совершенно уникальные иконы. Подарок нашего Александра Второго. На иконе два оклада. Один оклад тканей, видите? Это парча с одеждой Елизавет. Вот очень. Икона это не старая, это 19-й век. Елизавета умерла в 18-м. Но когда она умерла, осталась шестая казна. И пять тысяч платил, да? Точно елизаветинская парча. Потому что у меня были туристы. И золотой оклад. Исцеляющий Чудок Христов. Видите, здесь только двух вариантов, да? Очень мало остается, потому что наши силы убирают все. Почему люди перестают смотреть на иконы и смотрят на голову? Это раз, потому что столько много сможет не видеть. Исцеляющий Чудок Христов – это много представленных. И вот смотрите, иконы Рождества Христова. Их две. Но нас интересует вот эта правая. Потому что именно эту правую ставят во время литургии на месте Рождества Христова каждый день. Внимательность времени нестандартная. Какие-то лужи ниже и выше шеи. Вероятность упасть минимальная, но споткнуться может и можно. Но если мы упадем, то до минуты. Тогда никто роптать не будет. Роптать будут все, включая тех, кто стоит далеко. Часы? Два замочка. Ключки такие. Ну, она один закрыта. Раньше можно было просто… Он открывал при цепи. И мы сами могли повесить вот эту цепочку. Но проблема в том, что… Вот такая толпа. В такой маленькой дверце. Все ругаются друг на друга. Я не против. Видите? Короче, бесец. Там это немедленно. Вот так вот. Игорь слезы не выдерживает. И ушли. Когда я сказал, что Игорь и Лиза не выдержали, они пошли умнее. Вот они уже там давно. Они уже все посмотрели. А мы прошли весь крестный путь. Ну, я говорю. Мы не спрашиваем. Мы не будем говорить. Мы не будем говорить. Ну, я говорю. Мы не спрашиваем. Я ответил на пакет. Мы неaires за это все. Неobtим, что это было. А здесь вот мне ответить. Когда я все было два. А здесь вы можете быть. У нас ведет кто-то угол, кто-то рукой, кто-то целый. Кому-то рукой достаточно. В любом случае. Добрый месяц, раз в дом. Полтанок, ты левее встань. А, сейчас подожди, дядя пройдет. Или не важно. Муж с женой. Сейчас, вот так это выглядит. Высокая анкрестика видела по теле? Я видно, да. Я здесь с правой стороны. Какой? Отика. Закрылась. Да. Зачем? Не порой. Сейчас побыстрее, пожалуйста. Вы спускайтесь. Снимайте. С правой стороны. Видите корыто, облицованное мрамором? Да. Вот это корыто, и есть торможка, как я сказал. Ну, она там через шок, конечно, перегораживается. Может, понимаете, через шок. Да. Просто торможка. Смотрите, я всем показываю вот этот момент. Смотрите, этот настоящий известняк вообще никогда не расчищался, не расширялся. Вот этот свон еще до того, как хлеб здесь сделали. Был таким же. Это кухонь со времен... Смотри, пять тысяч человек. Все стоит. Я с рукой, я с правой стороны. Ну, я с рукой. Подходим. А, мне без тебя. Спасибо. Смотри. Ну, я с рукой. Глазь. А, я с рукой. Иерусалим Смотрите, есть упоминание Авраам попытался Привезти в жертву Своего еврейского сына Исаака Помните? Жертвоприношение Исаака Значит, жертвы были Но вот именно начиная с Авраама Вот это как бы Не удалось ему Его рука занесенная Над сыном с ножом Была отклонена, появился Господний ангел Миниципалитета города Иерусалим Построить оттуда С вершины этой горы Сюда канатную дорогу Чтоб столько транспорта не заезжало От Центральной автобусной станции Проложить Подземную линию метро Чтобы прямо под стеной плача Была Станция метро Когда это будет Я каждый год читаю Вот уже проект готов Строить еще не на 6 дней Все может быть А может быть Легче можно построить Чем канатную дорогу Некоторые боятся Посмотрите Пешеходные Да ладно Ну Вы же евреи Вы же можете Так Я хочу Китайцев опять Заработать Да Я попробую Здесь запарковаться Пожалуйста Можно посмотреть Есть ли место Я Я Пару дырок Увидел Если я А мы пойдем На руках Мы Заходим В еврейский квартал Старого города Вот видите Написано Дюйдж Кода Давайте Давайте Мы сперва Сделаем Как 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 Что Они Продают Это Не Интересно Пахнет Вкусно Пахнет Свежая Выпечка Всегда Вкусно Чтобы Это Задавить Своего Червяка Можете Взять Одну Такую Купку На Всех И По Кусочку Слопать Я Советую Вам Сейчас Кто-то Там Организатор Есть Попробовал Голченко Так Вот Сюда Ко Мне Тень Пожалуйста Я Если Вас Останавливаю Я Стараюсь Останавливать Вас В тени Можете 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 Ну, в общем, толпа, толпа. Все как любит Игорек, толпа. Вошел такой барон. Напоминаю, это все еврейский квартал. Вот здесь совершенно измерительные фотографии. Это фотография? Да. Я, наверное, сюда пойдет. Смотри, китайцы. Уже без китайцев, то это было бы ничего не знаю. А есть Иерусалим без китайцев? Ну, сказали нам, что это христианский квартал. Красноярка. Это был г. Да. Это был г. Да. Да. Спасибо. Это и Дали. Это и Дали. Это был г. И это был г. Это был г. плащики крестоноски мы мы сейчас можем покушать нет нет мы идем гроба к столу и сразу в гроб 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 мы вернемся сюда я только боюсь что у него уже не будет ну нет так вот тогда мы до мы привыкли мы вчера целый день не только в девять вечера вернулись меня устраивает все что устраивает пошел в кармане хот-дог нет почему в кармане живете на уже поэтому вас все устраивает девушки хотят гроба господь ну мы оставляем наказываем это вот не так а там ничего не взяли конечно да это все христианский квартал налево налево ответ на прямо поставленный вопрос да галсанок подержи-ка я вот это воротик как раз два три четыре пять мы Продолжение следует... Продолжение следует... Спиной к стене, лицом к храму Гроба Господня. Вау, вау, это уже он. Это храм Гроба Господня. К цели, основной цели нашего сегодняшнего путешествия. Это храм Гроба Господня. Вы его видите таким, каким его восстановили крестоносцы 900 лет назад. Вот это сам в этой часовне Гроб Господня. Стоят, говорят, от часа до полутора. Я не вижу, чтобы народ даже выходил еще. Их так плохо выходят. Я вам все рассказал заранее. Я вас как бы подготовил к тому, что здесь будет как-то... Я в дом, не 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 в дом. Значит, за нами вот эта группа поляков, она как бы замкнет это пространство. Я с этой гидом с ней договорюсь, что она будет... Вот мы будем отходить, пока они еще рады, а мы не будем стоять. Она не будет вам делать такую поэтапную экскурсию. О, это всего тут четыре человека у меня были здесь. Один. У меня были все остальные. У меня все остальные. Извините, графа, я просто сказал графа. Дайте. Дайте. Товарищ, не туда пошел. Печь, печь, печь. Печь. Надо задо выходить, да? Садо. Все. Отойдите, отойдите. Ухляю. А свечка может подойти? Окей, выходите, быстро, быстро, быстро. 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 Ой, нуки-палки, сдох, стердости. Давай на колени встань. Крючки, крючки запомнили. Все. Так, свой крестик положу сюда. Свечки здесь там, дополняем. Тик, 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 оп. Ну, мы удачно сходили, куда нам надо было, за определенную плацу. Крумпированные там стоят арабы. И пустили нас. Крючки. Крумпированные там. Это из Пасплец. Играет музыка Попробуйте. Посмотрите, не успел, заставь. Можно еще раз? Еще раз, еще раз. Актина, это шума. Ты хочешь светить снар? Нет, я не знаю. Боже, что такое военное, не боюсь. Лиза! Зажги сначала. Зажгите, чтобы оно погорело пару минут. Тихай. Пойдем сходим. Хочешь побыть здесь? На этом сайте. Побемийце. Побемийце. В результате. Побемийце. Подпишем. Побемийце. Продолжение следует... 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 А вот наверху мы спустились, это там армянская была церковь, а здесь капелла католическая, капелла Елены, матери царя Константина. Пообедали, вот насколько мы понимаем, это вот стена плаща и есть, нас проверили, просканировали все нас, обыскали, обласкали, подогрели, обобрали, и мы пустые, пустые. Опускаемся, для этого все на плащу, что нас подогрели, обобрали. Народ. Не тю варех. Это есть записка? Да, три. Так, пожалуйста, не заходите за угол, они нас потеряют, если мы с прямой видимостью успеем. Так, давайте сюда пройдем, вот как мы все-таки увидим. Таль. 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 Всякого рода военизированные люди, но не видно, как у них. Какой? Отечества. Вот здесь, вот здесь. Я нашел точку Вот отсюда видно вершину золотого кукола Увидели, да? Да Вот Это и есть по версии еврейских религиозных Вот так, они вас все равно заставили Вот Место, на котором располагался сначала первый Потом второй еврейский храм А потом мусульмане поставили на этом месте монумент Отсюда, по версии, Магомед поднимался на встречу с Господом И как бы опускался обратно А что он беседовал с Магомедом? Почему мусульманам это место? Это многоярусное Идут две девушки, одна из них с автоматом Это был пол вот этого храмового комплекса И именно там, под полом, они сделали вот эту мечеть Элякса На ней вот это здание, которому тоже примерно 1300 лет Вот эта мечеть с золотым куполом Монумент с золотым куполом 1300 лет Ни разу за эти 1300 лет не была разрушена Выдержала все эти универсия Потому что она просто ногами своими, колоннами своими Она стоит на этом самом краеугольном камне-клорее Еврей нашел кипу Блак Еврей нашел кипу Гор Sandra Горреб Он в yanке В альбом Он в цепочку Горреб Он в шах университете Его ее Горреб В шаху Университета Горреб Серег Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Автомат выходит вокруг, как-то не знаю все, да? Интересные магазины у них. Не перпендикулярные, а горизонтальные. Видал? Еще две идут военизированные. Снимаешь? Так, где галтсида? Где галка? Так, не вижу. А вот он, Лиза. Таня, галка перед Таней. Там, по-моему, все народы, поэтому они там встали. А мы сейчас, мужчина тоже себя не уважали. Корот, задом отходят. Это далеко. Галя стоит, Галя просит, кладет записки. А кто еще там, кого мы видим? Это Таня? Да, не, это Лиза была, с двумя руками стояла. А вот это у нас Таня там стоит. Вот здесь. Все, галка, галка отбески. Все, галка, галка. Они же пришли. При тебе? При тебе. для тебя я не так давно был в 4 да да я знаю что я знаю что вы неправильно бегаете без меня пойдемте я вам что-то покажу чего вы без меня не любите я должен документ вот у нас потока поручите потока а вы со мной я же выставляю пошли пошли одно стоит ну оно того стоит мы быстро вернемся я надо именно вот сейчас она пойдет а их туда не взять ну стоит туалет ну пойдемте ну пойдемте не бойтесь не бойтесь не бойтесь я разъясаю в макфелине вы понимаете руки милы девчонки да я бы до тебя я бы до тебя ну пусть галя А что вы лок моете? А что вы локируете? Что вы локируете? А вы? А вообще? А вообще? Мы локируем! А что вы локируете? 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 Трубалк Шарапов 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok